Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Рада вас всех видеть. Я сделала такую классную прическу, выпрямила волосы, хотя нифига никогда ничего это не видно на мукбанках. Жалко, однако. Ну да ладно! В общем, сегодня буду отвечать на ваши вопросы. Купила воду. Шахдах называется. Обалденная! Это, наверное, потому что шахдах это в кусарах, а мой папа родом из кусаров, возможно, из-за этого. Мне так нравится. Мимоза у нас сегодня. И пицца с мясом. Обычно я всегда беру папирони, а сегодня решила внести некое разнообразие. Сегодня буду отвечать на ваши вопросы. Было много вопросов по поводу того, что сделала ли я вакцину или нет. Я же ехала для того, чтобы сделать. Оказывается, все не так уж и просто. Сначала нужно взять число, на которое ты будешь делать. Оказывается, все не настолько просто. Сначала ты идешь и регистрируешься. Затем тебе назначают число, на которое ты идешь и делаешь все эту прививку. В общем, так получалось, что... Там просто огромные очереди. И на число, которое меня записали, мне просто невыгодно было столько времени находиться там, в районе. И я поэтому как бы решила... Точнее, уточнила у них, можно ли сделать эту же прививку БАКО. Они дали мне направление. Вот буквально через два дня я делаю. Но я как бы не боюсь, для меня это, знаете, ну, обычное дело. Можно сказать, 95% моего окружения уже все сделали. Бабушке мы решили все-таки не делать, потому что бабушка боится. Сама она не хочет. Вроде как, я поняла, особо таких сильных ограничений для тех, кто не сделал прививку, вроде как не будет. По-моему, только на свадьбу нельзя ходить, если ты не сделал прививку. А бабушка и не собирается на свадьбу. Поэтому, опять же, у всех своя голова на плечах. Бабушка решила не делать. Мы ее уговаривать заставлять не стали. Человек, по большому счету, ни с кем не контактирует. Постоянно дома, никуда не ходит. Не потому, что мы ее не берем никуда. Уже в возраст у человека. И скоро 90 лет. Мой парень сделал прививку в прошлом месяце, 27 числа. Отлично себя чувствует, ничего не болит. Ни рука, ни нога. Отец моего парня сделал прививку месяца 4 назад. Тоже отлично себя чувствует. У меня парень, например, сейчас нигде не работает. И то есть, одно дело, вынужден, например, с работы требует эту прививку. Он как бы добровольно пошел, сам сделал. С меня сейчас тоже никто не требует. Не осуждаю тех, кто не делает. Не осуждаю тех, кто делает. Ребят, каждый сам выбирает. Я просто против принудительной вакцинации. Я считаю, каждый человек сам должен выбирать. Но у нас, собственно говоря, так и происходит, по большому счету. Хочешь, делай, не хочешь, не делай. В такую жару, я в ассанхедмяти, то есть паспорт столя, когда мы делали маме паспорт, видела девушку с перчатками. То есть, она была в перчатках, в маске. И вот такой штуки, здесь такое, как стекло или пластмасса, в общем. Когда только-только говорили про коронавирус, показывали врачей, которые где-то так. И опять же, никто не поворачивался к ней и не угорал над ней. Это как бы ее выбор. Почему-то все мои родственники, знакомые, которые живут в России, все меня отговаривали делать прививку. А мной здесь как-то проще к этому относятся, наверное. Вы знаете, в деревне я просто обернулась, посмотрела на своих соседей. Вот сколько бы фастфуда, вредной еды, грязной экологии в городе бы не было, все равно в городе люди живут дольше, чем в деревне. Там у нас соседи возрастом, как моя мама, как мой папа. У одного, не дай бог, конечно, инфаркт случился вот недавно. У другой там почки отказали. У третьей молодой красивой девушки началось гниение в глазу, что-то попало в глаз. И вот всегда у меня бабушка говорит, вот вы живете в городе, кушаете какую-то фигню. А вот в деревне люди далеки от стресса, от всей этой суеты, пробок и так далее. И они долго и счастливо живут. Я бы не сказала, ребят. Возможно, действительно, у них нет начальника, который постоянно на них орет там. проблемных клиентов и так далее. Возможно, они немножко ограждены от стресса. Но почему-то очень много всяких заболеваний, историй. Я даже не всю деревню знаю. Но тех, кого я знаю, за последний год у всех какие-то происшествия, что-то нехорошее случилось. Поэтому берегите себя. Сложный физический труд не сравнится, наверное, все-таки с интеллектуальным. Возможно, только у нас в деревне так. Пишите ваше мнение обязательно в комментариях. Но я просто заметила, что у всех какие-то проблемы. Люди в 60-65 умирают от каких-то заболеваний. Вовремя не идут к врачам. А надо. Где-то, возможно, экономят. Где-то себя не жалеют. Это прозвучит как-то странно. Возможно, даже некрасиво. Но я смотрю на наших соседей. И они говорят, ой, вот я прожил 65 достаточно. А я про себя думаю. Я хочу жить долго. Потому что неизведанное всегда страшно. Мы всю жизнь боимся умереть. Хотя мы не бессмертны. Такое ощущение, что я сколчусь, да? Здесь лежит вексенок. Сытая скотина. Еще вы знаете, что хорошо в нем? Он не попрошайка. Например, ты кушаешь, даже если он голодный, он не будет мяукать и просить у тебя, дай, пожалуйста, дай. Ну, в общем, следующий вопрос. Привет, Айка. Ты обещала нам, что будешь показывать, как собираешь орехи. Почему оставила маму одну там и сама приехала? Все очень просто. Мы решили, что мы не будем собирать орехи сами. Мы заплатим за эту услугу. И соберут наши соседи, кто хочет подзаработать и так далее. То есть наняли людей для этих целей. Во-первых, это очень сложно. Во-вторых, я не профи в этих делах. Под палящим солнцем. Ну, реально очень сложно. У нас столько соседей, у которых нет участков, например, да, но хотят заработать денег, там все в долгах. Сколько они соберут, от этого они получают и как зарплату, так скажем, да. Я просто так подумала, я гораздо полезнее буду в городе. Мне надо снимать видео, мне надо идти на работу. Я ведь не в отпуске, а там интернет очень слабый. А моя вся работа связана с интернетом. Вот без этого никак. Я и планировала ненадолго. Пицца с мясом вкусно. Но вкуснее всего была мимоза. Когда я только Твиксу взяла с улицы, он был настолько голодный, там, я не знаю, да. Ты кушаешь, он так смотрел на тебя, он так просил. А сейчас успокоился. В общем, мои хорошие, я поела. Было очень вкусно. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, подписываться. С вами был Лайк Эмили. Всем желаю приятного дня. Всем пока.